здравствуйте дорогие друзья с вами сегодня михаил добро пожаловать на наш канал сегодня у нас продолжение обзор наших находок из винтажной лавки до час номер два и такой прелестный дракон был нами найден это не брошь не подвеска просто такая нас ты как маленькая такая маленькая игрушка хотел сказать ну как куколки статуэт очки у нас есть такое тоже увлечение есть маленькие такие статуэт очки вот к ним будет прибавка так сказать так так следующая наша находка брошь за ломтом тони у нас идет оправа с цветочками а вот в серединочке крупный кабошон под жемчуг такой пластиковый кабошон так брошь выглядит с обратной стороны без маркировки следующий у нас идет это брошь с подвеской каплевидной такая филигрань идет интересная оправа такими сделано лучиками и в серединочке кристаллы медового цвета и так выглядит брошь с обратной стороны судя по крепление иголочки плечкообразная это 60 годы середина 60 60 годов прошлого века вот это брошь уже выполнена в форме ромба и как смотрю тоже идет филигрань в серединочке до серединочке кристалл тоже медового цвета и интересная такая такие волнообразные лепесточки так брошь выглядит с обратной стороны без маркировки и когда я увидел эту брошь мне показалось она имеет такую деформацию но потом присмотрелся такая овальная форма скорее всего оправы нежная такая работа жемчужинки с цветочками да действительно а в цветочках очень так же смотрю очень красиво так все это как напыление что ли очень интересно так брошь выглядит с обратной стороны имеется маркировка австрия что-то смотрю все похожи немножко брошь и друг на дружку идут чем-то все таки тоже вот штампованная филигрань кабошон здесь я смотрю из художественного стекла выполнен да он зажат такие крапаны завальцован точнее даже и так брошь выглядит с обратной стороны без маркировки да по мне так я бы сказал что это напоминает мне цветочек тоже брошь мне даже если песточки обратите внимание они так очень интересно друг на дружку ложатся и в серединочке круглый такой пластиковый пластиковая вставочка и вокруг идут кристаллики да вот здесь я помню была маркировка да вот с обратной стороны на крепление иголочки мы видим маркировка от компании кора ну и оправа у нас в золотом тоне да вспомнил я эту брошь очень красивая планка я еще подумал что она антикварная удивила вот эта резьба красиво выполнена вроде как мне это стекло на стекле это выполнено такой абсолютно черный цвет у изделия так брошь выглядит с обратной стороны да вот это видите с-образное крепление хорошее качество да вот эта булавочка тоже я помню похоже да на булавочку но булавочка видите непростая имеет основу такую она мощную крепкую широкую тоже судя по всему это ну как брошь наверно да с такой толстой иголкой крепление очень пророчные маркировки я здесь не вижу ой еще и упала у нас сейчас обратите пожалуйста внимание на эту танцующую пару казаки казачка да и вот нам попалась брошь казачка танцующая пара как всегда казака мы найти не можем а вот казачьих у нас по моему танцующих по моему это четвертая только одна у нас в коллекции вот еще одну нашли одну по моему кому-то там в подарки ушли ну вот там конечно в букпис пишется что это трифария тут у меня не знаю очень похожи но маркировки на ней нет и здесь только отсутствовало вот личико я жемчужинку приклеил и на шапочке не было кристаллика так брошь выглядит с обратной стороны как я уже говорил маркировки нет ну можно сделать предположение что-то трифария когда-то была с бирочкой на девушек нам везет да на мальчиков нет на казачков так что она у нас пока одна танцует а это у нас танцующий клон тоже брошь небольшая в ней также отсутствовала личико и эти шарики были пустые ладошки мы так предположили что возможно здесь хорошо подойдут жемчужинки да и у регины есть такой карандаш золотым тоном она его подкрасила он стал такой красавец тоже я думаю что это букпис но книжки свои мы не нашли такого клоуна такие забавные изделия небольшие интересная тема думаю достаточно редко встречаются да сейчас пожалуйста тоже обратите внимание на этого дедушку морозика этого санта клауса и вот что-то похоже мы нашли винтажные лавки ну конечно может не один в один но что-то схожесть есть только борода другая другая борода тоже красивая такая брошь виде санта-клауса шапка усы борода все как положено так он выглядит с обратной стороны паечка смотрю на шапочки без маркировки да санта-клаус уже был елочка появилась маленькая брошь виде елочки стоит в таком ведерочке очень красивая с игрушками таком напылением ну как настоящая елка и вот так выглядит брошь с обратной стороны без маркировки брушка орел посмотрите сидит на ветке и раскрыл крылья он прям как будто приготовился взлету очень красивая брошь весь он усыпан кристаллами направо у нас идет золотом тоне и так брошь выглядит с обратной стороны без маркировки очень я смотрю качественно выполнена крепление иголочки сама игла видно что изделия в довольно винтажная да в прошлом обзоре мы много показали собачек и тоже был пудель и сейчас опять у нас пудель чик появился пёс я еще вспомнил кино нашего детства буратино приключение буратино это такой артамон у артамона у его у броши имеются подвесочки в ушках красивые кристаллы глазки зеленого цвета ошейник из жемчужинок очень красиво выполнена брошь так она выглядит с обратной стороны без маркировки когда в лавке увидел эту брошь сначала не понял что это такое за животное непонятное кошка или там барс рысь я не знаю хищник да и почему-то у него такой видите посрединочке как такое как седло я бы сказал я не знаю так интересно усыпано кристаллами может это на этом он висит как-то честно говоря не знаю и хвост крутится у него оказывается то ли такая пузо отдыхающая не знаю глазки и так он выглядит брошь с обратной стороны без маркировки и следующая брошь виде лошадки совсем маленькая покрыта эмалью сама основа в золотом тоне и вот и обратная сторона там я вижу маркировка ну судя по всему это гонконг интересная застежка у иглы да вот такая голова лошадки нам очень понравилось были удивлены этой находкой с обратной стороны имеется маркировка еле-еле так сказать ее разгадали компания это Эдвуд Энсойер основанная в Уэльсе в 1956 году Хоросом Эдвудом производила копии драгоценных украшений 18-19 веков примечательно что компания изготавливала украшения для телесериалов Даллас и Династия также для конкурса красоты Мисс Мира кроме того фирма производила ювелирные украшения высокого класса и продавала их в престижных торговых точках в Великобритании Европы и некоторых других стран мира особое признание получили получила их историческая коллекция точных копий украшений герцогини Вензорской несомненно эти экземпляры желанны для многих коллекционеров старинных украшений компания прекратила свое существование в 2001 году ну и давайте же ее поближе рассмотрим видите мордочка покрыта эмалью у броши у лошадки агрива в золотом тоне да имеется даже кристаллы посмотрите как красиво выполнено качество действительно высокое и так брошь выглядит с обратной стороны и вот эта маркировка как мы видим A&S несомненно удивительная находка да вот эта находка тоже меня впечатлила я подумал это брошь брошь бабочка несомненно высокого качества но каково было мое удивление с обратной стороны я увидел просто иголочку такая иголочка то есть возможно это иголочка для галстука не еда единственное крепление делается так сделано так как будто бабочка в полете да здесь отсутствовали некоторые кристаллики я их приклеил потому что зажимать в крапаны очень тяжело начинаешь зажимать и кристалл начинает идти наискось да я их приклеил возможно потом я зажму эти креста эти их крапаны такая вот находка брошь игла бабочка конечно же несомненно думаю все уже узнали эту бабочку чье производство я имею ввиду бабочка брошь крупная легкая красивая да с розочками керамическая ли фарфоровый этот фарфор скорее всего да не буду вас томить обратная сторона говорит нам о том что эта компания 1928 да я вспомнил безусловно эту брошь очень красивая брошь с таким крупным кристаллом в середине зажатом в такие крапаны 4 мощных цвет очень необычный да такой нежно-голубой оправа имеет золотой тон множество скажу сразу кристаллов здесь отсутствовало ну регина где-то по находила эти нашла эти кристаллы запасные я не знаю где она там их вынимала но все как раз подошло да и главное цвет подошел и размер так выглядит выглядит брошь с обратной стороны имеется такую я скажу как она маршировка по металлу без маркировки амальгама нет кстати да очень крупный кристалл красивый такой действительно да эту брошь несомненно я вспомнил оно не вошло винтажной лавке в обзор потому что я еще не успел включить камеру телефона но брошь несомненно прекрасная мы думаем это сороковые годы прошлого века судя по дизайну очень тоже красивый нежный цвет такое не пойму даже очень красиво трудно описать даже да здесь некоторые отсутствуют кристаллы нам повезло что квадратные все на месте да вот эти с такого цвета что не могу прямо описать такой нежно и не голубой этот цвет я не знаю вот очень красиво тебе проще найти да действительно эти сложные кристаллы подобрать округленькие можно найти конечно оправа в золотом тоне вот и обратная сторона без маркировки да вот эта находка меня тоже впечатлила такой мальтийский крест я назвал ее брошь посмотрите довольно крупная брошь и главное все на месте да в этой брошь действительно все на месте если я не ошибаюсь не все вот один кристаллик отсутствует вижу верхний маленький да и снизу и сбоку да вот только начал говорить что все на месте уже все тут не на месте но это тоже незначительное такие отсутствие эти на месте видите каплевидные такие темные кристаллы кабошон крупный такой высокий давай пластиковый но очень красивая нарядная брошка несомненно так она выглядит с обратной стороны оправа имеет золотой тон без маркировки несомненно же видно брошь глубоко винтажная безусловно и это брошь очень красиво из нами регина подсказала что возможно это фиалка я тоже так думаю вы посмотрите как выполнен красиво центр усыпан кристаллами и вот эта прожилочка видите усыпано тоже по линии идут кристаллы лепесточки покрыты эмалью эмаль переходит с одного цвета в другой несомненно качество высокая видно сразу и вот обратная сторона брошки мы видим маркировку компания вайс ну и скажу вам в очень неплохом состоянии брошь единственное хочу добавить компания вайс была основана в 1942 году и была закрыта в 1971 году если я не ошибаюсь на этом дорогие друзья наш обзор подошел концу я хочу вас поблагодарить за просмотр за поставленные лайки за подписку на наш канал всего вам доброго и до новых встреч и как вы поняли продолжение следует следующий день и и и Субтитры подогнал «Симон»